Еще одним заметным инфоповодом, связанным с общественными организациями, было громогласное объявление общественности о доходах Шамиля Валеева. Для тех, кто не знает, поясню, что Шамиль Валеев это руководитель аппарата общественной палаты Республики Башкортостан. Не руководитель общественной палаты, а всего лишь своего рода завхоз, человек, который по должностным своим обязанностям должен организовывать жизнь самой палаты. То есть, по большому счету, это столики, бумажки, ручки, транспорт, отопление, освещение и создание уюта для тленов общественной палаты, создание условий для их плодотворной работы на благо общества. Так вот, этот самый Шамиль Валеев, оказывается, получает в среднем от государства, работая в общественной палате, 190 тысяч рублей. Ну, честно сказать, даже я не ожидал вот такого. Судя по его одежде, образу жизни и прочим вещам, я бы, конечно, никак больше 70 не дал. Ну вот, факт остается фактом. В сети появились данные о доходах членов аппарата общественной палаты, и там вот Шамиль Валеев со средним доходом 190 тысяч рублей. Возмущенная почтенная публика тут же предположила, что это еще не весь наверняка доход Шамиля, и я тоже вполне это допускаю, потому что еще есть квартальные премии, еще есть всевозможная материальная помощь, всевозможные, значит, там, выплаты и так далее. И это только официальные вещи, там еще могут быть и неофициальные. В общем, конечно, живется руководителю аппарата общественной палаты очень некисло. И это при том, что средняя официальная зарплата по республике Башкортостан 37 тысяч рублей, а по сути, на самом деле, люди в среднем получают 25-27 тысяч рублей. И тут вот, пожалуйста, 190 тысяч рублей общественная палата. Первый и главный вопрос, который возник у людей, которые об этом узнали, конечно, был за что? Никто, это главный вопрос, никто не понимает, что производит полезного для общества и для вообще, для вовне, вот этот вот руководитель аппарата общественной палаты. Производит настолько, что нужно платить ему 190 тысяч рублей в месяц. Поясняю, Шамиль Валеев по-настоящему искренне и очень плодотворно любит Единую Россию и Владимира Путина. Вот за это он получает 190 тысяч рублей. Напоминаю, что Шамиль Валеев баллотировался от Единой России в этом году в депутаты Госдумы, но не прошел. Однако при этом параллельно на него была возложена обязанность и соучастие в подготовке тех самых независимых, в кавычках, наблюдателей, которых было поручено готовить общественной палате. Ведь совсем без наблюдения обойтись нельзя, а тем более нельзя было пустить на самотек процесс наблюдения на выборах со стороны каких-либо партий, там, не дай бог, какого-нибудь сатанинского голоса, объявленного и на агентом, нежелательным или еще каким-то там. Так вот, именно Шамиль Валеев, будучи кандидатом от Единой России, еще и готовил независимых наблюдателей. Ну вы понимаете, да, каких независимых и каких наблюдателей он подготовил. А еще Шамиль последние месяцы, не щадя своей репутации, отчаянно агитировал за Единую Россию и за Путина. Прямо с кровью из глаз он рассказывал нам, как Путин голосует электронно на выборах, как хороша Единая Россия и как она является единственной приемлемой партией, которая вообще в принципе может править в Российской Федерации. На прошлой неделе Шамиль договорился в эфире «Эхо Москвы» до следующего, цитирую дословно, «Если хочешь голосовать за Госдеп США, голосуй за кого хочешь, а если хочешь за пользу республики, за команду Хабирова голосуй». Конец цитаты. Ну начнем с того, что Шамиль Валеев вообще-то ничего нового не сказал. Он только перефразировал крылатую фразу Володина о том, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Вместо Путина Шамиль Валеев, ну в общем-то будучи уровнем чуть ниже Володина, подставил туда фамилию Хабирова. То есть в вольном переводе вот этой фразы Шамиля можно говорить о том, что он полагает, если есть Хабиров, то есть Башкортостан, нет Хабирова, нет Башкортостана. Очень спорное заявление. Не знаю, хватило ли Шамиль через край, будет ли Володин предъявлять ему претензии за авторские права, не знаю. Но вот представьте себе, Хабиров исчез, и что случилось? Вот буквально взял, ну такая фантастическая эмпирическая ситуация, завтра раз его не стало. Ну, предположим, 12 октября. Ну, попляшем мы у памятника Салавату Юлаеву, ну там поплюемся, повспоминаем каких-нибудь гадостей, примерно через две недели мы все забудем фамилию Хабирова. И только Шамиль останется без 190 тысяч рублей. Вот вам ответ на ваш вопрос, что производит Шамиль. Шамиль производит любовь. Это очень важно. Любовь вообще важна. Любовь к Путину, любовь к Хабирову, любовь к этому режиму, к этой власти. Вот что беспрестанно, ежедневно производит Шамиль Валеев. Впрочем, не все согласны с Шамилем, включая и меня. Я вообще категорически с ним не согласен. Даже считаю, что его высказывание вот об этом голосовании за государственный департамент. Собственно, 31% из проголосовавших в республике на выборах, это, по мнению Шамиля, чуть ли не приспешники Госдепартамента США и потенциальные враги. На месте Госдепартамента я бы, конечно, уже разбросал над Башкирией пустые бланки паспортов Соединенных Штатов Америки. Однако боюсь, что Шамиль Валеев и Наташа Павлова будут первыми, кто их успеет заполнить. Кроме меня, например, не согласен с Шамилем Валеевым, его вчерашний почти что начальник, дружище, соучастник по бренчанию на гитарах Ростислав Мурзагулов. В частности, еще вчера, с жаром поддерживавший все начинания и Валеева, и Хабирова, Мурзагулов заявил буквально на днях, что он не согласен с тем, чтобы считать агентами Навального и Запада людей с иной точки зрения. Более того, Мурзагулов считает агентами Навального и Запада тех, кто занимается запрещением концертов и всячески ограничивает самовыражение и свободу мнения. Ну, вот видите, да, как вот бывает. Стоит человеку уйти от кормушки, как он буквально сразу становится отчаянным либералом. Ну, напомню, что Шамиль Валеев объединил в когорту врагов России примерно 660 тысяч граждан, жителей Республики Башкортостан, фактически назвав их пособниками Госдепа. Очень смешно на фоне всего вот этого скандала с гигантской зарплатой Шамиля Валеева, буквально синхронно с этим смешно выглядел пост его супруги Натальи Павловой о том, что у нее кончились деньги, которые ей выплатили в качестве выходного пособия в Коммерсанте, и теперь она остро нуждается в заработке и работе. Вообще, конечно, вот эта сладкая парочка, она начинает как-то немножко уже совсем диссонировать с здравым смыслом. С одной стороны, 190 тысяч ежемесячного дохода на не очень большую семью, и при этом вот эти жалобные вскрики и просьбы помочь найти работу и прочее, прочее. Кроме всего, Наташа претендует на некий иной статус. Если Шамиль с кровью из глаз клянется в любви к Путину, режиму и готовности работать внутри системы, не покладая рук, Наташа же, напротив, заявляет о том, что она вовсе не хочет быть системным человеком, не хочет работать в каких-то там корпорациях и прочее, прочее и так далее. Не знаю, как в одном жилом помещении уживаются вот этот вот ярый путинист и прохабировец Валеев и, по сути, и по его классификации агент Госдепа Наташа Павлова, но что-то мне подсказывает, что все это какая-то грязная и неприличная игра. На самом деле, ни тот, ни другой искренне не проповедуют, в общем-то, вот этих ценностей, которые они декларировали. И вообще вся вот эта ситуация семейства Валеевых-Павловых дала нам повод просуждать о пропасти между элитами, между бомондом и простым населением, просуждать о том, что у кого-то супчик жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий, что кто-то на 190 тысяч не может жить достойно, а у кому-то 25 или-или достается тяжелым трудом. Ну, в общем, вот как-то так. Выводы делать вам, вернее нам, а эти граждане, ну, как говорится, пускай живут, как им совесть велит.